Девушки отдыхают Знаешь, звучит как ахренная идея! Нет, ну он издевается Ну что это за ужас? И ты чего? Я же теперь месяц не засну О май гааааат Ооо, мы в дерьме Сейчас думаешь, что ко мне лезь, ты засранец вонючий Все, до свидания, до свидания, до свидания Ёбаный рот Вместо тысячи слов Я не понял прикола Выполняй простые задания на своем мобильном или планшете И получай золотые орлы в игре War Thunder По моему промокоду на экране Вы получите свои первые десять золотых орлов Ссылка в описании Приветствую всех, дорогие друзья Рад вас всех видеть С вами снова КрюГТВ И сегодня мы поговорим об уничтожителе лоуранговом Который просто вот Меняет все А если мы не так давно говорили О зенитке Оснащенной двадцатимиллиметровкой Которую добавили на боевой рейтинг 2.3 И то это ее, так сказать, апнули Относительно того, как хотели Это Которая PBV 301 Так вот Сейчас нам добавили Мелкую технику Так сказать Акционную Это Panzerbill M40 Это Пбил Короче на 1.3 С той же самой пушкой На 2.3 она не могла ничего На 1.3 она может не то чтобы все А больше чем все Это теперь невероятно классная техника На которой в каждом бою Вы будете чувствовать себя превосходно Не так как рожицы из замков На ваших дверях этого бронеавтомобиля Присмотритесь в ангаре Они все выглядят очень расстроенно Нет Наоборот Противники будут хныкать и рыдать А вы Набивать фраги И в общем то Весело проводить время Это очень достойная техника Как награда Она ничего вам особо не прокачает Ибо это первый ранг Но боже мой Как же на ней круто играется и нагибается Главное не нужно ее нерфить Она в принципе то на своем месте Потому что эта двадцатка Опять же мы уже поняли На 2.3 полностью бесполезна А на 1.3 мы встречаем все-таки Довольно много техники Которую кое-как пробиваем А некоторую так вот действительно кое-как И самое наверное главное преимущество Побила даже не в двадцатке А в наборе характеристик Которые сильно превосходят Ту же самую засуху на 2.3 И при этом достаются нам на халяву по факту Давайте вспомним что это за двадцатка 20 мм пушка ПВЛ В КАН М40 Это ну такая Довольно обыденная двадцатка Скорострельность 360 выстрелов в минуту Не худшая, но и не лучшая Вполне достаточная назовем это так И конечно же бронебойная лента Есть у нас на 42 мм пробития в упор Не впечатляюще То есть так же как и у всех плюс-минус И 30 мм брони мы пробиваем На дистанции в 500 метров Но здесь радует другое Во-первых, эта бронебойная лента Нормально дамажит лоу-левельные самолеты У нее хорошая начальная скорость полета В 845 метров в секунду И да, она пробивает резервы Или около резервы Против которых мы играем На 2.3 этой лентой Пробить кого-то тяжело И в борт иногда приходится-то пострадывать Не скажу, что у нее какой-то великолепный урон Но здесь, около песка Она показывает себя во всей красе Брони зачастую танкам противника На дистанции до 500 метров не хватает Дальше, конечно, вы уже ничего не можете особо Но при этом у нас довольно адекватная скорострельность И самое главное Это очень неплохое время перезарядки Всего в одну секунду А значит, что по сути Эта двадцатка стреляет без КД как такового У нас единственная проблема заключается только в том Что боеприпасов в целом не сказать, что очень много И в затяжных боях вы можете остаться без них Но даже того набора в 252 штуки Хватает на, ну там, не знаю, 5, 7, 10 фрагов Которые вполне можно реализовать именно в технику противника Самолеты тоже можно позбивать И самое главное, что пополняется Это все делал на точке крайне легко Одна лента, а у нас их 7 Это 36, по-моему, боеприпасов И, соответственно, там 10 секунд постоять на точке Плюс одна лента, а это уже 1, 2, может быть и 3 фрага Если стрелять экономно Скорострельность, опять же, ведь не 1000 выстрелов в минуту А значит, если так, ну как-то не то чтобы прям сильно экономить Ну просто не поливать все, что движется и не движется То этого хватит на достаточно активный бой При этом у нас есть отличные углы вертикального наведения В минус 10 градусов вниз и 25 наверх И, по сути, единственная характеристика Которая здесь не выделяется Эта скорость с поворота башни Она у данного бронеавтомобиля 13 градусов в секунду Не очень быстро вертим башкой Но благодаря подвижности в целом Это не так сильно заметно А раскачки у двадцатки как таковой не существует Поэтому с точки зрения орудия Для своего боевого рейтинга это хороший вариант Поднять ее на 2.0 станет абсолютно бесполезной тачанкой Ну чисто использовать ее как ССУ Но помните, здесь не поднимается орудие Поэтому мы не сможем нормально сбивать самолеты Это такая проблема Серьезно, если повышать БР То мы сильно теряем в эффективности этой машины Также стоит отметить броню Ее тут нет Казалось бы, в чем плюс? Да на самом деле его здесь и нет этого самого плюса Есть он в другом Несмотря на полное отсутствие брони Нас в лоб могут пробить даже из пулемета Тут ее максимальная толщина 12 мм А в целом это там в районе 8-10 Так вот, внутри у нас 6 членов экипажа Это довольно много Причем мне абсолютно непонятно Какой завод по изготовлению стрелков, расистов, велосипедистов и активистов Здесь поучаствовал Но у нас в машине их аж 3 человека Причем вообще в теории Тут один из них должен быть механиком-водителем сзади Но почему-то нет У нас он только один водятел Сидит спереди Ну и в башне естественно командир и наводчик Который, кстати говоря, командир Выполняет здесь обязанности заряжающего Если его убьют, будет неприятно Ибо орудие сразу же сбросят перезарядку Напоминаю, что у нас ее нет В этом случае не критично Здесь хочется отметить только Довольно неплохую живучесть Если мы не подставляемся под тех противников Которые могут пробить нас насквозь Если подставляемся бортом А у нас база какая-то очень такая Лимузинная То в этом случае можно и танкануть 1, 2, а то и 3 выстрела Ну и даже если попадаем на автопушку То иногда можно пережить несколько попаданий Что критично То есть несмотря на то, что как таковой брони нет Выживаемость на достойном уровне Ну правда это не касается Обстрела с самолетов Или артиллерийского удара Которому плевать Сколько у тебя экипажа внутри Если попадет по кумполу Таким фугасом Тут сразу суши весла и туши свет Но спасаться нам помогает Еще кое-какая характеристика Без которой побил Был бы действительно побит и унижен Это подвижность Здесь у нас 8 тонн массы На 135 лошадиных сил Дает нам для колесника Очень даже неплохую динамику Ну там что-то в районе 15 Даже чуть больше Там может 16 лошадиных сил на тонну И при этом максималка 70 Вперед И назад тоже 70 Именно это и позволяет Побилу чувствовать себя Отлично в боях Несмотря на отсутствие брони Несмотря на то, что орудие Не всегда Не при всех обстоятельствах Пробивает Вы можете как быстро Подобраться к противнику На ту дистанцию Где вы будете собственно Эффективны Так и вообще в принципе Оказаться у него Во фланге В тылу Или быстро свалить Если чувствуете Что запахло жареным Благодаря отличной скорости Заднего хода Которая здесь Абсолютно Аналогично скорости Движения вперед Если хотите Уничтожить весь рандом То да Берите пбил Он действительно Позволяет это сделать В отличии от гепарда Который Очень уязвим Если противник знает Куда стрелять У нас нет такой проблемы Там всего два члена экипажа У нас шесть При этом у нас Отличная подвижность И без компромиссов Она великолепна Ну кроме того Что поворачивать на месте Мы не можем Но это не так страшно Потому что габариты В целом Ну приемлемые И двадцатка Которая ничуть не уступает Другим вариантам Ну что еще Мы можем встретить На 1.3 Из вот такого Вот Это какой-нибудь Не знаю там ГАЗ АААС ДШК Ну вообще не конкурент Плюс это вообще грузовик Там не то что Хоть какой-то защищенности Которые есть у нас там Вообще ничего такого нет Какой-нибудь Викерс Антиэйр Тоже бред Там мелкашки Они вообще бесполезны Из такого Что действительно Хоть как-то может сравниться Это наверное М13 Американская Но там БР 1.7 И два крупнокалиберных Браунинга Браунинг не автопушка Так сказать Не пнешь Не пробьет Поэтому Мы сейчас наверное Занимаем лидирующую позицию Деляя ее с флагпанцером Но у него Напоминаю Хоть и более крутая автопушка С подкалиберной лентой Всего два члена экипажа И вообще Открытая Рубка ССУха Вообще не защищена Да и подвижности Там такой нет Флагпанцер Гепард Действительно достойный противник И я бы поставил его На одну ступеньку Но все Все остальное Это либо Очень уязвимые машинки По типу Не знаю Просто грузовиков Либо оно как-то Не дотягивает до нас Тосе можно еще Как-то сравнить И подвижность Там в районе 20 лошадей На тонну Тоже и та же самая Двадцатка по сути На бронебойной ленте Но БР все-таки 1.7 Это ничего особо не меняет Потому что японец Тоже великолепно играется Но Тем не менее Если ПБилл Понерфят до 1.7 Вообще ничего страшного Не случится А вот если ему в пиндюре 2.0 или 2.3 Не дай бог Эта машина просто умрет Поэтому Прошу пожалуйста Не надо 1.7 если захотите нерфить И мы договорились А вам рекомендую Конечно же ПБилл как-то себе В коллекцию надыбать И добавить На нем очень весело Он быстрый Он пробивает Он уничтожает И самолеты можно сбивать Поэтому Ну мой вердикт Это определенно того стоит Так что Знаете О уничтожителях В песке Не заигрывайтесь там особо Дайте и новичкам жить А я пойду Пилить для вас новый контент Тут много всего интересного Поэтому Увидимся в следующем видео Уже скорее всего Завтра До связи друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok